МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Восвятая служба информации телерадио компании Гомелю, студии працуя Наталья Игнатенко, глядите у гэтым выпуску. Ёлочка горы. У святочную ночь вратовальники двойчивые сжали по поведомлениях об узгорании новогодних ёлок у Гомели. Народилися разом с Новым Годом. Чатыры детяти з'явилися на свет в областным роддоме у першый день 2018-го. Зимы поколь не будя. На гэтым тыдне чакается до плюс шасти и дождь с мокрым снегом. Усе дети наши. Святочные ранешники с ручением подарунков протягиваются. А зараз об гэтым и иншим больш подрабязна. Первые годины Нового Года пройшли с заганьком. У промым сенси вратовальникам довелося тушить две новогодние ёлки областным центры. Якими яшчэ падеями запомнилися правоохоуникам святочные выходные, доведалися наши корреспонденты. Ни один ГДТЗ с потерпелыми не отбылось на дорогах Гомешины ни в новогоднюю ночь, ни в первые сутки 2018-го года. Такая дорожная обстановка стала бодай лейпшим подарунком для супрацовников, да и яким довелось провести новогоднюю ночь на дежурстве. За эти дни было выявлено более 1600 нарушений правил дорожного движения, из которых 44 водителя управляли транспорт в состоянии алкогольного пьянения, 47 пешеходов передвигались по проезжей части тоже в состоянии алкогольного пьянения. За эти прогулки пришлось заплатить. Штраф за пероходу неналежным местом из находжения каля проездной частки в алкогольном пьянении складая от 3 до 5 базовых величин. Усягу перед святочные и святочные дни в области зафиксовано больше 80 ДТЗ. На счастье, по шкоджению у них отрымали только автомобили. Потерпел их нема. На варте правопарадку новогоднюю ночь отказно стояли и супрацовники милиции. Везде, где были массовые гуляния, там был выставлен наряд милиции. Кроме этого, были, конечно, увеличены и количество нарядов пеших патрулей, автомобильных патрулей. И всего с 31 на 1 января текущего года у нас в области проходило более 70 массовых мероприятий. Все они были обеспечены на высоком организационном уровне. Правонарушение преступлений в местах проведения массовых мероприятий не допущено. У массовых гуляннях приняли удел 49 тысячи жахаров гумишины Амаль-Палова с их областным центром. По традиции, многие выкористовывали пиротехничные выробы, как выник, травмы и опеки. От их в святочные дни потерпели пять человек, утымли кудети. У зима шансовала, ни конечности у невочей никто не позбавился. Пошкоджения были легкими. До речи от огню в святочную ночь потерпели и новогодние елки. Две с их в первые годины 2018-го довелось тушить воротовальника. От другой годины ночи вспыхнула елка, каля предприемства «Гарэлектротранспорт», а прикладно проспалторы годины на площади Перамоги. Рассматриваемые версии, как поджог неустановленным лицом, либо при помощи пиротехнических изделий, так и нарушение правил эксплуатации электрооборудования. Проводятся соответствующие мероприятия, по итогам будет принято соответствующее решение. До речи, как попередить подобные факты, энергетичные службы в области провели проверки усих новогодних юлок. В угле у новогоднюю ночь отбулося шесть пожаров, однако детрагеды яны не провели. У некоторых выпадках дякучи автономному пожарному оповершальнику. Ганна Ковалева, Александр Харлампо, телерадиокомпания «Гомель». Тым часом для супрацовников Гомельского областного клинично-городильного дома новогодняя ночь на здеуленье пройшла больше спокойно, чем звычайно. У первые сутки 2018-го на свет з'явилися только четыре новонародженные. Урачоу и молодых мати повиншовали наши корреспонденты. Летость у головном родильном доме Гомельшины народилася 2978 детей. У опошний день 2017-го на свет поспели з'явиться шесть з'их. Поміж хлопчиками и девчонками ліка пынувся ровным. Такая ж тенденция захавалася и у первые сутки 2018-го. Спис открыли хлопчики-двойнятки. Яны з'явилися на свет на 44-й хвилине Нового года. Дарыши такого подарунку от першого студеня медработники не отрымливали опошние некольких годов. Увогу лишь за першые сутки 2018-го тут народилася шатьвера дятей. Компанию двойняткам склали две дяучинки. В каждом отделении свои приметы действительно есть. Считается, что рождение мальчика знаменует какую-то активность очень большую. Так что, наверное, этот год, предстоящий, новый, который наступил, будет для нашего родильного дома активным. Для Татьяны Бруевич поход у родильный дом отбылся поздней, Чаканага. По прогнозу Хорошу, ей дочка повинна была народиться 31-го снежня 2017-го года. Однако, как саправдная леди, девчинка спознилась на некольких годин. Маленькая Настенька заявилась на свет о другой године Нового года. Для ее мати и она не першинец. Девчинка стала третьей. Дякуючи шаму, ей семья набыла статус шмодетной. Два мальчика дома и вот пришли за девочкой. Радость, конечно, несколько смущает то, что день рождения и Новый год будут совпадать в один день. Но я думаю, что это двойной праздник для нас всех, для всей нашей семьи. У ближайшие дни мати, дети, яких народилися у Новый год, с подарунками наведуются простовники громадских организаций. Ганна Ковалева, Вольга Коновалова, Александр Харлампов, Телерадо, компания Гомель. Початок 2018 года стал рекордно теплым. Новогодняя ночь выдала себя снежной и на первом тыдне студене зима так и не дать про себя ведать. Другий день самого холодного пашмот годовых назираньях месяца почался с дождем. И изменения умов на двор ясиноптыки пакуль не прогнозуют, а падки чакаются кожный день. Неже за ноль слубки термометров не опустятся навыту ночи. А у день поветра прогреется до плюс 4-6 градусов. По передних прогнозах похолодание придет в середине наступного тыдня, але надолго не затримается. До новинов экономичного життя краины и региона. У им с початку нового года отбылся шерох измен. У приватности с первого студеня повеличены помер базовой величины. Гэты пакашчик вырос до 24,5 рублев. Таким чином, с нового года у краине выросли некоторые допомоги, стыпенды, падатки и штрафы. Нагадаем, у минулый раз базовую повышали у студени 2017-го с 21 до 23 рублев. Теперь шага студеня постановой Совета Министров месячная минимальная заработная плата повеличена до 305 рублев. Ранее епамер складаў 265 рублев. Наймальник обавязаны променять минимальную зарплату у якости нижейшей мяжи оплаты працы. Калектыўным договорам можа быць прадугледжаны іншы памер, але не нижейшы заустановлены законом пакашчик. Месячная минимальная зарплата на працягу года падлягая индексации. Больш за ўсё субсиды на організацію прадпрымальницкой дзейнасті ў Беларусі ў минулым годзі выдадзіна беспрацовным ў Гомельскай в області. Такі ададзіныя прывялі ў Мінпрацы і Сацабароны. Усяго ў Краіні субсиды на організацію прадпрымальницкой дзейнасті, оказанне паслугу сферы агроэкотурызму, рамесніцтва ў студзіні листападзі 2017 года, атрымалі амаль 1700 беспрацовных, ў Гомельскай в області 358 чалавек. Нагадаем, субсидыя прадоставляцца ў памеры 11-кратной величыні бюджету пражиточнага минимуму ў сяреднім на душу насельництва. Наступная інформація адрасавана тым, хто знаходзіца ў пошыку працы. Дзень прадпрыемства пройдзі 5-го студзіня ва управлінні па працы занятості і соціяльныя абароні Гомельскага гарвы Канкама. Таварыцтва, забмежаванай адказнастю ДЛКАМ-40, запрашае ўсіх жадаючых прайсті на сустрэчу с працтавніками каліктыву. Яна пройдзі з 10 до 12 годзін ва управлінні па працы па вуліцы Пралітарской, 18. Прадпрыемству ў приватнасті патрабуюцца швачка, укладчик-упаковщык, водіцель-пагрушчыка і іншыя работнікі. Прадпрымальнікі і юрыдычныя асобы атрымалі льготы для адкрыця крам і аб'єкта ў грамацкага харчавання на сяле. С першага студзіні 2018 года па 31-го снежня 2022 года будуть дзеянічэць льготы, продугледжаные указам абразвіці гандлю, грамацкага харчавання і бытового абслуговування. Іх можна атрымаць пра адкрыці магазінаў, павільйонаў, гандлёвых місццаў на рынках і кірмашах, аб'єктаў грамацкага харчавання і бытового абслуговування. У адповідным піраліку вызваленні ад падатку на дабаўленую вартаць, паніжаные ставкі па падатку на прыбытак і падаходным падатку з фізічных асоб. Ставка адзінага падатку для ІП за месяц складзе адну базавую величыню. Прадугледжана таксамы вызваленні ад падатку на нерухомаці зямельнага падатку, а таксама арэндныя платы за зямельнага ўчасткі ў сельскай мясцовасті і малых гарадах. Усіла ўступіў абновлены мытны кодэкс Євразійськага еканамічнага саюза. Новая правіла оформлення документаў, декларавання тавару і мытных апірацій дзейнічаюць з першага студзеня. Асновны акцент зроблены на пашырэнні інформаційнага узаймадзенні паміж мытными і дзяржавными органамі з аднага боку і суб'ектамі знішній еканамічной дзейнасті з другога. Сяродного увядзенняў макчымыць працтавлення па перэдні інформацы ў електронным выглядзе. Гэта дазволіць больш апіратывна праводзіць мытныя апірацыі, звязаны з увядамленням аб прбыці тавараў на тэрэторію Євразійськага еканамічнага саюза. Па нормах новага кодэкса знашна скаротіцца і термін пропуску тавараў ва ўсіх мытных працэдурах з аднага працоўнага дня да чатарох гадзін. Так само новый кодэкс дозволіць выкористовувать транспортные сродки, міжнародные піровозки для перемешчения грузов по ўсёй території Євразес. В таможенном кодексе закреплены ситуации, связанные с приоритетом электронного декларирования товаров. Следует отметить, что если в ныне действующем таможенном кодексе основной формой декларирования было предоставление декларации на бумажном носителе, то новый таможенный кодекс закрепил электронное декларирование. Отдельные таможенные операции будут происходить без участия должностных лиц таможенных органов. То есть сама информационная система будет регистрировать те или иные действия, совершаемые участниками внешнеэкономической деятельности. С наступленням нового года добрачынные мероприемства не скончыліся. У приватности до 10-го студене протягнутся ранешніки у рамках акции «Правсоюзы детям». По традиции «Правсоюзы» оказывают доброчинную допомогу детям-сиротам, инвалидам, а так само детям, які застались без опеки батьков. Проставники организации усіх узровняв і во усіх регіонах країны наведують дитячі установы. Мары выхованців Калінковицкого соціально-педагогічного центра выконали активісты Гомельського обласного об'яднання «Правсоюзов» і Молодежного совета. Тему протягні сюжет телеканала «Мазыр». Восьмигодовый Вадим зараз знаходяться у соціально-педагогічным центру у Калінковичах. Выхованням хлопчика займаються педагоги. По объективних причинах його забрали з родной сямі. Мать і батьку дали шанс на управлінні. Діти не повинны гублять веру в Новый год. Так вырешили у Гомельським обласным об'яднанням «Правсоюзов» і узяли на себе роль у чаровніков. Выконали жадання Вадима і інших выхованців центра. Нам сегодня подарили настольний футбол. Я щас буду с мальчиками в ньому играть. Настольний футбол, конструкторы, ляльки, машинки і ведомо солодки-подаронки. Выхованці соціально-педагогічного центра не обделіли уваги з боку дорослых, які розними спосібами імкнуться компенсувати тепло, якою діти недоотрымлюють от своїх батьку. Мы с нетерпением ждали этот Новый год, получили много подарков, ходили на всякие представления. В рамках заседания Молодежного совета мы решили сегодня посетить социально-педагогический центр, где находятся дети, попавшие в тяжелую, трудную жизненную ситуацию. Мы решили принести частичку тепла, частичку доброты, сохранить веру в чудо и исполнение желаний. Привезли детям игрушки, которые помогут им сохранить бодрое новогоднее настроение и, конечно же, веру в чудо, что все в жизни будет хорошо. До доброчинного марафону долучилися і предприємства регіона. Свята для дятей організовали супрацовники открытого акціонерного товариства «Гомель АблАутотранс». Ранішнік провели у кинотеатра имя Калинина. Маленьких гостей сустракали снеговик, снежинки і Дедмороз со снягуркой. Разом з любимими новогодніми персонажами, дети і їх батьки водили карагоды, співали пісні і приймали у делу в конкурсах. Такі веселі і добрі святы для дятей стали традицією для організаторів, які з радістю назірають за їх ходом. На протяжі последніх нескільки років наше предприємство проводить такі благотворительні, розличні благотворительні акції. Ми стараємося участвувати в различних мероприятиях. В цьому році ми вибрали приймати наших партнерів. Городське кінопредприємство «Кинотавр» пригласили дітей для того, щоб вони почувствували праздник. Після карагодів і гульняв сказочными персонажами діти відправилися у кінозалу на прогляд нового мультфільма. У завершенні свята Дед Мороз ручив кожному новогодній подарунок. Гомельська резіденція Деда Мороза знов приймає гостей. Нагадаєм, яна знаходиться на площі Ленина. Новогодній чара у них почав сустрікацца з грацжанами яшча до нового года, але першого студене казочному персонажу дали выходній день. Сьогодні Дед Мороз знов став приймаць гостей. Резіденція буде працювати па шостая студене з 13 до 16 годин, а сьомага студене з 12 до 15. У Гомеля отбывся кубок в області па легкой атлетыці. Па выніках гэтых споборніцтвів сформірована сборная регіона для удзілу у республіканских споборніцтвах. Однак не толькі баталіями на беговых дорожках запомніўся турнір. Новогоднію казку падарыли децім легка атлетаў. Самые малінкіе окунулися ў спортивное жыцё разом з Дедам Морозом і Снягуркай. Спачатку размінка перад ёлкай. Праводзіў яе срэбраны прызёр пекінской олимпіяды 2008 года па шматбор'е Андрэй Краучанка. Пасля юныя атлеты вышлі на беговую дорожку. Дистанція подстать спортсменам самая короткая – 30 метрів. Фінішну рысу пересекли усе до одного. За що отримали подарунки і своє перше – медалі. В канун Нового року проводиться Кубок Гомерської області. Захотелось, щоб всі спортсмэні, наші действуючі і не действуючі, вже привели своїх дітей, пообщались, встретили, щоб увидели дітки, чим занимались їхні родители, щоб вже прививати к ним весь спортивний уклад. Спортивная семья, спортивные діти. Гэтое, а таксама іншые новини, ви можете знайсті на нашым сайті у інтернеті. Па адрасі www.cvrgomil.by І на гэтым випуск завершен. Усяго вам самага добрага. І до новых сустрэч у ефірі. Дякую. 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 Дякую.